слава иисусу христу церковь хорошее время хороший день и мы во христе аллилуйя одна мысль пришла мне которая хотел бы поделиться свидетельство вспомнил о том как брат николай говорит мы пришли и как хорошо чтобы мы входили со словословием проставляли бога мы люди мы живем на земле есть какие-то переживания знаете мне сразу же мысль пришла ну а если у меня есть болезнь немощь нужда и вот оно как будто знаете весь наш фокус нашей жизни встаем ли мы работаем ли мы с детьми где-то на кухне но есть нужда есть боли из переживаний вот мы возможно с таким сердцем пришли сюда знаете одно свидетельство расскажу о наше для нашего созидания ободрения одно я слышал это очень давно одной семье где отцу мужу дали на работу какую-то путевку наводы для семьи другую страну и как бы для них это не было что такое обычное как возможно здесь мы можем поехать это отдохнуть и них это было новое что-то полететь другую страну отдохнуть они поехали семьей и случилось так что когда им нужно было идти обратно в аэропорт они проспали что-то с будильником не то случилось и их никто не разбудил они приехали в аэропорт они опоздали самолет улетела и они там застряли на они застряли они дни я не помню точно но суть в том что они были в аэропорту вот этот человек рассказывает жена дети он не знает как дальше двигаться денег нету потому что не были богаты как бы чтобы мощь купить другой блед даже невозможно не 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 понимали как все делается этот человек очень сильно такое знаете упал как переживание вот какая-то нужда и он утром встает на тех скамейках и и и читает библию молиться и такое как-то и не то ропот не то негодование переживания как дальше что как домой вернуться знаете но бог ему ложит на сердце что вот прослава меня возьми псалмы давида прославляй меня и как бы для него это было какой-то непонятно ну как бы в ситуация не для прославления знаете нужда в опияти молиться боже ответь ответь господи но дух святой ложит ему прослава меня и он так советуется семьей с детьми они начали просто прославлять бога ведь псалмы там на скамейках и кто-то подходит говорит дух святой мне положил что вам нужно деньги дать я вам даю деньги он не могли купить билет знаете и поехать знаете слава господу такие свидетельства пусть они нас ободряют возможно тебя есть нужда переживания знаете бог этот все видит и он он имеет для нас план он имеет а слово совет который сильно изменить ситуацию исцелить дать выход из того где мы находимся сейчас так будем не забывать того чтобы нам слава словить проставлять нашего бога нашего спасителя иисуса христа центре которого мы здесь собрали знаете иисус христос этот это живая личность это личность о которой я хотел бы говорить иисус христос через него он истинно путь и жизнь мы в нем живем мы им движемся через него мы можем войти туда что приготовил нам иисус там и отец говорил он приготовил иисус христос он ожидает нас там он придет за нами знаете и это то что отличает нас христиан от других любых других религий знаете то что иисус христос есть живой бог знаете других других религиях это просто какая-то знаете как 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 система то что нас отличает христианство знаете какой-то хотела провести параллель между христианством и любыми другими религиями знаете других это как идеология которая имеет в себе какую-то систему ценностей морали которые эта идеология имеет какой-то знаете механизм для того чтобы эти ценности морали воплотить в жизнь людей и она как-то работает знаете но христианство это не только это не не только не просто служение это не просто собрание не просто название быть христианином это это жить в иисусе христе найти у евангелия от иоанна я хотел бы прочитать где иоанн он в конце в конце своей книги говорит это 20 главе написано евангелия от иоанна 20 глава 31 стих это же написано чтобы мы уверовали что иисус есть христос сын божий и веруя имели жизнь во имя его повторимся это же написано чтобы мы уверовали что иисус есть христос сын божий и веруя имели жизнь во имя него знаете не просто прийти в собрание жить во имя его то есть это подразумевает то что мы уверовал иисуса христа живем во имя его живем не для себя однажды до встречи с иисусом христом мы же для себя мы жили своими какими-то взглядами своими моральными ценностями своими какими-то жизненными позициями своими целями своими стремлениями своими какими-то пониманиями но когда человек он он встречается с иисусом христом и он посвящает свою жизнь господу написано уверовали и жили во имя его жили во имя иисуса христа и вот это что нас отличает что это же истинная живая вера мы не просто не просто собираемся но мы живем не просто собираемся во имя иисуса христа но больше этого мы живем во имя иисуса христа знаете это это очень сильные слова жить во имя иисуса христа жить в нем двигаться в нем это отнять все свое и принять иисуса принять то что хотел бы иисус принять эти цели иисуса Его желания, Его планы на нашу жизнь. Знаете, и это очень сильно. И одно из таких явных подтверждений, то, что мы живем для Него, это когда мы в свое время принимали святое по вере в водное хрещение. Хрестились во Христа Иисуса. Погружаясь мы, умерли для себя. И поднимаясь с воды, мы живем для Иисуса Христа. Это жизнь Иисуса Христа. Но, знаете, не знаю, как в церкви здесь есть учение, но когда я в церкви был, где мои родители нас учили, что когда ты посвятишь свою жизнь Господу, у тебя начнется борьба. У тебя начнется борьба с той, чтобы жить духовной жизнью для Иисуса Христа и с тем, чтобы вернуться в ту жизнь, в которой ты жил. Жить своими целями, жить своими желаниями, удовлетворять свои хотения, какие-то, наверное, возможно, свои позиции, которыми ты вырастал. Но тут пришло другое, Иисусово. И, знаете, вот эта борьба, чуть-чуть апостол Павел в послании Кремлина напоминает об этой борьбе. Вот я вижу, говорит, свою плоть, и я вижу, что она хочет не то, чтобы мой дух, мой ум хотел. Я понимаю, что хорошо, но делаю то, что не хочу делать, а то, что хотел бы делать, не делаю. Знаете, вот эта борьба проходит в жизни каждого христианина, где плоть нас тянет к тому, что давай как-то по-своему. Знаете, и впервые, когда Бог создал человека, то в центре жизни до грехопадения Адама и Евы был в центре Господь, его жизнь. Бог, Адам и Ева были его творения. Но все, что сделал дьявол, он пришел, и он показал другую модель жизни, которую мы сегодня называем «жить по-мирски». Иными словами, жить для себя, где в центре жизни человека есть сам человек. Я для меня, мое, а как же я? Меня не послушали, меня не увидели, меня не приняли, меня не поняли, знаете, и то, что поменяло жизнь Адама и Евы. Из центра их жизни ушел Господь. И дьявол, знаете, этим обманул. И вот у нас бывает такая борьба, и как важно, чтобы мы побеждали и жили по духу, жили веруя, жили для Христа. Знаете, даже здесь, ходя в христианской стране, как называется Америка, и работая даже с людьми, которые очень часто вспоминают суе или не суе имя Иисуса Христа, но вместе с этим их не уста, они хулят других людей или говорят пустые слова. Знаете, они говорят, что они верят, что Иисус есть Бог. Но то, что мы читали этот стих, чтобы мы верили, не только верили, но и жили по духу. Знаете, и вот жизнь по духу, она под силу только тем людям, которые исполнены Духа Святого. И то, к чему я призываю нас сегодня, чтобы мы понимали, что нам нужно, чтобы Дух Святой, Он пребывал в нашем сердце, в нашей жизни всякое время. Не только, когда мы склоняем колени, не только, когда мы приходим на служение, не только, когда у нас есть какая-то нужда, или мы очень сильно рады чему-то нашей жизни, и мы прославляем Бога. Но живу ли я, умираю ли я? Я Христов, я во Христе. И знаете, чтобы это не было для нас каким-то обманом, что мы сами себе внушаемся каждый день. Вот я Христов, я в церковь хожу, я Христов, я молюсь о Богу, я живу во Христе, я верю, я поступаю по Его заповедям. Но чтобы Дух Святой, Он свидетельствовал сердце нашим, что мы живем по Духу Господнем. Потому что дьявол, знаете, он обольститель. И как важно нам обходить свое сердце. Когда Иисус Христос, Он сошел на землю, чтобы исполнять волю Отца, исполнять то спасение, оставить то учение, которым мы придержимся сегодня, читаем, то Слово, которым мы познаем Бога, Его характер, Его хождение, понимая, что Богу нравится или нет. В то время, когда Иисус Христос пришел, перед Ним написано, пришел Иоанн Креститель, о котором пророк Исаия говорил, что Он будет как глаз вопиющий в пустыне. И очень интересные вещи Он говорил. И Иоанн Креститель, Он проповедовал о покаянии. То есть люди приготовляли свои сердца для того, чтобы принять то, что Иисус будет делать. И Исаия, Он говорит о том гласе, что Он говорит, чтобы всякая гора, пускай она понизится, всякая долина, пускай она поднимется, и кривые дороги, они выровняются. То есть человеку нужно что-то, не просто сказать, я каюсь, вот и все. И такие люди были. Они видят, как много толпа идет, они видят этот человек, муж Божий, Иоанн Креститель. И они понимают, что я не хочу быть где-то в стороне, я хочу в этом всем участвовать. Они приходили, но Бог давал какой-то частью видеть сердца людей Иоанну. Иоанн, видя на них, Он их говорил, кто вам внушил бежать от грядущего гнева. И Он их учил, как правильно нужно каяться, как правильно нужно делать покаяние или какие-то изменения в своей жизни. Он говорит, поменяйте то или другое, сотворите достойный плод покаяния. Не просто пускай это будет формально, знаете, и вот это для нас такое как направление, как я могу менять свою жизнь. Знаете, гору, холмы или эти кривизны, как это понимать? Другими, иными словами, можно это понять, как будто когда человек бывает гордый, ему, может быть, надо как-то смириться в чем-то. И часто люди, когда они стоят только лишь только на своем, и тогда они не способны воспринять то, что Господь им говорит. Они не способны приготовить свое сердце, свой путь для того, чтобы Господь мог пройти в жизнь нашу, для того, чтобы Дух Святой мог войти в сердце наше, чтобы мы приготовили, где-то нужно нам смириться. Или сказать, Господь, вот я только так понимаю, открой мне, я готов. Я открыт тому, чтобы склонить, опустить свои какие-то убеждения, понятия, чтобы Ты мне открыл, чтобы я был чувствительным к Слову Твоему, Духа Твоего, чтобы Ты открыл мне в Слове Своем, что мне на сегодня для меня актуально или правильно. Может, я где-то ослеп, и я забыл об очищении грехов своих, их, знаете, от себя, от грехов. Он говорил, чтобы всякая долина, пускай она повысится. Знаете, люди бывают другие типы людей, негордые, но очень сильно скромные. Или, может, люди, которые есть ленивые, или люди, которые думают о себе очень-очень бедно, подобно той долине. Но и Слово Господне говорит, что долине нужно подняться, выровняться. Господь хочет давать нам Слово Своё, чтобы мы чувствовали Его присутствие. Не знаю, как здесь, но в нас, в Украине, была такая тенденция, что вот есть Пророк Господний, и Ему Господь что-то открывает. Я могу к Нему позвонить, Он за меня помолится, и что-то Бог откроет. Я могу поехать к Нему, и Бог что-то поднимет. А почему ты не молишься, чтобы Бог тебе что-то, чтобы ты чувствовал, что это Господь тебе говорит Слово? Потому что часто люди поедут, им Пророк что-то скажет, они говорят, нет, это нет Бога, и поедут к другому Пророку. И так ездят, знаете, ищут. А Господь стоит и говорит, я хочу тебя учить, я хочу пребывать с тобой, я хочу пребывать к тебе. И знаете, как важно, чтобы та долина, где мы, возможно, себя унижаем, делаем в своей жизни такую долину, говоря, Господь не может ко мне говорить, чтобы мы не оставались в том состоянии. Возможно, мы так думаем, потому что есть вещи, которые препятствуют, действию, препятствуют в том, чтобы Дух Святой вошел в сердце наше и говорил, то не будем просто сидеть и ожидать, спросить, чтобы кто-то за нас молился и открыл Бог им за нас, но чтобы мы поднимали эту долину, опускали эти холмы. Знаете, и еще говорится о той дороге, которая кривая. Кривая дорога. И, как я понимаю, это бывает часто так, что люди, они берут Священное Писание, знаете, и то, что им нравится, они это выбирают. И это получается вроде дорога, но она кривая. Но Господь говорит, пускай она будет прямая дорога. Знаете, дьявол, он очень сильно имел искривлять дороги. Самое сильное же учение, оно то, которое построено в Священном Писании. Если мы вспомним то испытание, которое проходил Иисус в пустыне, где дьявол подступил к нему, он не говорил ему плохие вещи, говоря там, делал что-то плохое, говорит что-то плохое, он брал местописание и говорит, смотри, вот ты имеешь нужду по теле, вот тебе это нужно. А Господь говорил, что если вот ты возвешь, и он пошлет ангелов, Господь говорил, что он тебе даст кушать, Господь говорил, и дьявол вот этим и скушал. В Эдемском саду дьявол брал Господние слова и говорит, видишь, Господь тебе, а оно не так, по-другому, знаете, и вот это такие кривые дороги. Иногда, иногда мы соблазняемся на этом. И мы не спрашивая, не ожидая того направления Духа Святого для нашей жизни, мы берем в руки Библию и начинаем выбирать. Вот мне нужно что-то это, и Слово Господне говорит, молись и получишь. Вот мне нужно вот это, Слово Господне говорит, бери и делай. И знаете, мы вот так вот выляем по страницам Библии и выбираем, и знаете, люди очень часто разбиваются в Боге, говорят, вот я делал по Писанию, оно не произошло. Вот я делал так, как Бог говорил, знаете, оно не произошло. Как важно для нас иметь Духа Святого. Иметь Духа Святого, который способен нам дать, знаете, способен нам открыть то Слово, которое нам нужно сегодня, где, возможно, мы где-то возгордились, думаем, что вот, я буду вот это вот делать, и это будет правильно, потому что Богу так нравится, Бог вот Библии однажды говорил так, и оно работало, но Господь говорит, подожди, тебе нужно смириться. Знаете, как то свидетельство, которое говорил о человеке, вот он молился, Господь, дай выход, помоги, открой, но Господь сначала хотел что-то сделать в его сердце, что он где-то смирился, что-то пересмотрел, его сердце наполнено с благодатью. Бога были люди, которые способны выйти на помощь, знаете, пусть поможет нам Господь, чтобы мы, по вере в Иисуса Христа, жили в Нем, чтобы наши желания, наши хотения, они отошли в сторону. Нет, мы не будем, я наперед говорю, мы не будем такими рабами, которые несчастны, мы будем счастливы, потому что Бог, Он Отец любящий, но Он так хочет дать нам жизнь в полноте, Он так хочет нам дать жизнь вечную. Знаете, страшно услышать слова, которые говорится, что вот придут люди, которые будут стучать к вратам, к Богу, говорят, Господь, мы Твоим имя так много делали, мы Твоим именем то и то делали. Он говорит, отойдите, я не знаю вас, делающие неправду. А что правильно делать для меня сегодня? А что я должен сделать? Что я должен изменить в своей жизни? И мы начинаем листать Библию и подбирать что-то, мудрить, мудрствовать и где-то спотыкаться, где-то упираться в какой-то тупик. Но, когда Дух Господний в твоем сердце говорит, когда Он действует в твоем сердце, написано, что Он дает тебе такой мир, который выше всякого ума, где ты видишь какой-то тупик, какой-то непонятный, что делать, как поступить. Ты еще не вышел из этой ситуации. А Дух Святой уже тебя утешает и говорит, все будет, я благословлю. В такой жизни призвал нас Господь, жизнь в полноте. Это то, что сделал Иисус Христос жертвой своей. Его жертва, пускай, не будет умолима в нашей жизни. И чтобы мы не были обмануты, знаете, кривыми дорогами, этими долинами или этими холмами, чтобы мы приготовляли то, что требуется от нас, отношение к Богу. Мы приготовляли путь для того, чтобы Дух Святой действовал, чтобы Господь, Он и шел в жизни нашей, чтобы мы уверили в Него, мы жили во Христе, не в себе. Чтобы эта борьба, которая происходит в нашей жизни, жить для себя или во Христе, чтобы жизнь была во Христе, чтобы мы побеждающие были. Как написано в Откровении, что побеждающий, Он наследует все. Так давайте мы в молитве прославим нашего Бога, возблагодарим Его за Слово Его, за Духа Святого, Который способен нам открыть, научить, утешить, поднять, увещевать, предупредить. Мы, дети Божьи, Он наш Отец, Он имеет так много обетований для нас. Так будем же Ему верны и прославим Его в молитве. Аминь.